На скамье подсудимых Виталий Андриенко оказался из-за своей находчивости. Подобно Остапу Бендеру, он вместе с приятелем попытался провернуть авантюру. И у него все получилось. Только конец этой истории оказался не таким уж и радостным для молодых людей. Виталий на скамье подсудимых, а его товарищ Роман Залозный объявлен в розыск, так как на процесс не явился. Подсудимый обвиняется в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину. То есть по части 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В мае этого года молодые люди пришли в квартиру Алексея Черепанова под видом судебных приставов. Правда, без удостоверений и в гражданской одежде. Силы убеждения хватило, чтобы заставить хозяина квартиры отдать им стиральную машину. Мы представили, зашли, сказали, что у тебя вот неоплаченные кредиты, так и так. Мы им взимать собственность. Он согласился, еще расписку написал. Свою жертву обвиняемые выбрали случайно и с первой попытки попали в яблочко. У пострадавшего оказался большой долг, о чем мошенники даже не догадывались. Вы знаете, я даже не сообразил, тем более, действительно чувствовал за собой свою вину, что я виноват перед банком. Видите, в чем дело. Что думаю, да, тем более, нас слышно там многое по телевизору, что коллекторские конторы ходят, вышибают эти долги. О том, что стал жертвой мошенников, Алексей Черепанов узнал, позвонив в банк. Но за это время лжеприставы сдали стиральную машинку в ломбард за 3,5 тысячи рублей. Не дожидаясь сюда, обвиняемые попытались все исправить и даже купили пострадавшему новую технику. Так они добились прощения. Но этого оказалось мало. Виталию Андриенко и Роману Залозному грозит до пяти лет лишения свободы. Мария Пименова, Яна Шеметова, Александр Шеметов. Новости моего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова